Сирийские правительственные войска ведут широкомасштабные наступления в провинции Алепа. Освобожден ряд населенных пунктов, долгое время находившихся в осаде террористов. Бои с бандами исламского государства, запрещенного во многих странах, включая Россию, идут в непосредственной близости от границы с Турцией, откуда экстремисты постоянно получают подкрепление. Ликвидировано несколько полевых командиров ИГИЛ. Сейчас армия Сирии с трех сторон окружает город Эль-Беп, служащий крупным плацдармом этой террористической группировки, а также приближается к Телерафаату, в случае разгрома которого удастся установить контроль практически надо всеми ключевыми городами на подступах к Алепа. При этом ряды правительственных сил пополняют все больше добровольцев. В этом убедилась съемочная группа Первого канала, побывавшая в Латакии. Когда в Сирии началась война, эту недостроенную автомастерскую отдали военным. Теперь здесь постоянно проходят тренировки для тех, кто пришел сюда и записался добровольцем в сирийскую армию. Этот сборный пункт находится в самом центре Латакии, и набор здесь производится раз в несколько недель. Несмотря на то, что сирийская армия нуждается в пополнении, берут не всех основные ограничения по возрасту и здоровью. После проведения очередного набора в эту школу подготовки записали 150 добровольцев, и около 30 человек отсеяли. Не брали тех, кому больше 60 лет. Риясу Филяху, ему 59, тоже сначала хотели отказать. Но он настоял на своем. Чем больше людей запишется в армию, тем скорее мы закончим эту войну. Сирия – моя родина, которую я хочу защищать. У меня уже воюет племянник и младший брат. Вот и я решил записаться в добровольцы. Хусаму и Дину чуть больше 30 лет. По профессии он инженер, работал в городской управе. Говорит, что до подготовки в этой школе оружие никогда в руках не держал. Последние месяцы на фронте многое изменилось. Раньше мы только отступали и оборонялись, а теперь наша армия освобождает все новые и новые города. Я решил, хватит отсиживаться за конторским столом. Я ведь тоже могу приносить пользу. Так сейчас думают многие в Сирии, поэтому желающих записаться в армию стало гораздо больше. И если раньше, после объявления о новом наборе, требовались недели, чтобы собрать необходимое количество добровольцев, то теперь лишь несколько дней. В этой войне наступил долгожданный перелом. Но этого бы не произошло без поддержки российской авиации. Ваши бомбовые удары нанесли серьезный урон боевикам. Уничтожены многие склады с вооружением и горючим. Врагу все сложнее держать оборону. Перед отправкой в армию эти добровольцы сдавали экзамены по боевой подготовке. Разбор оружия и его сбор. И главный экзамен – учебное предотвращение терактов и задержания террористов. Ведь эта группа добровольцев будет служить на блокпостах в освобожденных городах провинции Латакия, где постепенно налаживается мирная жизнь. Но пока существует угроза нападения боевиков. Александр Бутухов, Юрий Шолмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия.